Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете «Серебряный дождь» в Барнауле. А так ли это? Новая программа на наших волнах, которая отныне выходит в пять вечера каждый понедельник. Ведущий – психолог Алексей Васильевич Капранов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария. В прошлый понедельник у нас была вводная часть с Алексеем Васильевичем. Мы рассказывали, о чем будет программа, и просили вас предлагать свои собственные темы. И вот прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме, а тема сегодня щекотливая, алкоголизм, я бы хотела зачитать, что пришло к нам на форум, какие предложения и вопросы мы просили вас об этом, и варианты тем в том числе. И вот сначала от девушек. Таша нам написала, меня интересует вот такой вопрос. Почему в браке не остается место романтики и любви в том смысле, который бывает в первое время знакомства мужчины и женщины? Почему в браке романтика и любовь отходят на последний план? После заботы о детях и решения каких-то бытовых проблем, в том числе и материальных. Алексей Васильевич, что ответите Таше? Ой, вот тема мужчины и женщины, тема брака. Я бы хотел ее так не с первого занятия, а где-то со второго, с третьего начать. Хорошо сказали, занятие. Ну, это занятие уже. Это, ну, может быть, привычка уже, говорит, что это занятие. Потому что заниматься этим надо долго и тщательно. Так вот, тема мужчины и женщины настолько длинна, настолько обширна. Я хочу в одну часть мужчины и женщины, где-то второе или третье, опять же, наше занятие. Начать с этого, так чуть-чуть, и постепенно добавлять, добавлять. Потому что семьеведение, это мы вообще перейдем только, наверное, к следующему месяцу. Ух ты. Да. К этому нужно постепенно готовиться. Сначала надо понять, что такое мужчина, что такое женщина. Потому что, к сожалению, мы забыли, чем отличается мужчина от женщины, кроме физиологии. И вот вновь о любви и взаимоотношениях мужчины и женщины нам тоже девушка написала, Лена зовут. Меня, как и многих, я думаю, волнует тема поиска своего партнера по жизни. Как встретить и где искать молодого человека? Мне 23 года, с внешностью все в порядке, голова на месте, с юмором тоже все нормально, пишет Лена. Беседу поддержать могу, работаю. Но вот в личной жизни почти ничего не происходит. Мужчин в моем окружении почти нет. Как можно это исправить? Как и с кем и где общаться, чтобы личная жизнь все-таки наладилась? Ну, я считаю, что сначала надо понять, какого типа мужчина вам нужен, а потом узнать, где они водятся. А потом уже самим, ну, как тут рыбалка. Так, подождите. Вот это, мне кажется, совсем некорректно. Что значит, какого типа мужчина нужен? Это что, какие-то определенные критерии прописывать на листочке? Мне нужен такой-то, такой-то, такой-то и туда, в рыбное место и идти? Ну, на листочке это вообще было бы прекрасно. Для себя человек, ну, хотя бы как-то определился, какой мужчина. Потому что, в отличие, если я, конечно, нарвусь на агрессию женского населения, но мужчины... Попробуйте. Да. Мужчины более отличаются друг от друга, чем женщины. Ах, вон оно что. Да, поэтому все мужчины не боятся одинаковости. И более того, если мы встретились там в одинаковых рубашках и так далее, мы эту тему еще будем говорить. Мы, ну, в лучшем случае мы не заметим, а в худшем мы просто подружимся. Если мы пришли в одинаковых рубашках на вечер. В отличие от женщины, если женщины пришли в одинаковых платьях, то пять лет будут помнить, что вот та испортила ей весь вечер. Поэтому мы действительно настолько индивидуальны. И женщина, это прекрасно знаете, поэтому женщина выбирает мужчину. Причем она выбирает ее не только его, вернее, я сказал ее, потому что жертву. Есть такая красивая фраза. Она ему встретилась, а он ей попался. Вот поэтому, да, и это целый рынок. И там такие рыночные отношения. Я хотел бы об этом действительно поподробнее. Как-то, мне кажется, цинично совсем звучит. Может быть, цинично. Вот тут с романтикой и... Человек-то любви хочет. А я о чем? Я тоже только любви. Я за любовь прежде всего. И поэтому мне как раз самому больше всего обидно и досадно, что в браке как раз любовь уходит на самые-самые дальние планы. И это есть, и это действительно факт. И как сделать так, чтобы он брак не разрушал и быт не разрушал? А так, как любовная лодка, разбилась об быт. Вот, ну, не сегодня. А то мы сейчас расплывемся, мысли подреваю, и все. Итак, взаимоотношения мужчина и женщина у нас будут позже. И все-таки я зачитаю еще одно сообщение. На сей раз от мужчины. Ник его гость АК. Вот какой вопрос он задал. Я, если честно, не сразу поняла, что это значит. Написал он вот что. Если можно, объясните, как физически в голове хранится информация. Что за дискетки и способ записи. Спасибо. Ой, хочется сказать прям мою любимую фразу, что голова предмет темный и исследование не подлежит. Потому что не хотелось бы вдаваться именно в физиологию. Потому что, ну, физиология это не тот аспект, которым бы хотелось. В принципе, зачем нам, я даже когда учился на психолога, я не понимал, зачем нам дают нейрофизиологию и так далее. Я говорю, я не собираюсь скрывать черепную коробку. И уж тем более, я не собираюсь туда лезть. Это в хорошей книжке Роберта Антона Уилсона, там есть такое разделение при сравнении с компьютером. Есть аппаратное обеспечение, есть программное обеспечение. Вот аппаратным обеспечением, то есть железом, занимаются медики, нейрохирурги и так далее. Я занимаюсь программным обеспечением. А уж как это хранится и на каких носителях, это, ну, к сожалению, не моя тема. Приглашайте в студию специалистов этого профиля, они, наверное, все объяснят. Вот видите, как интересно, девушек интересуют взаимоотношения мужчины и женщины, а мужчины интересуют, как в голове физически хранится информация. Ну, я же говорил, что мы отличаемся. И слава богу, что мы отличаемся друг от друга. Да. Ну что ж, итак, к теме сегодняшней нашей программы, она была задана заранее в анонсе. Алкоголизм мужской, женский, болезнь это или вредная привычка, каковы причины, как излечиться от алкоголизма и вообще, что такое алкоголизм. Уважаемые радиослушатели, если вам есть что спросить или сказать, или пожаловаться по этой теме, задавайте свои вопросы. Общайтесь с нами в прямом эфире по телефону 658105, прямой эфир 08125, это бесплатный номер для абонентов Билайн, и 0022, это бесплатный номер для абонентов Мегафона. Есть еще ICQ 440-124-022, либо пишите смски на номер 8-913-020-22-21. Итак, алкоголизм. Тема вообще серьезная. Очень серьезная, и поэтому хотелось бы сразу развести разные понятия по разные стороны. То есть, есть алкоголизм как болезнь, есть алкоголизм психологическая игра, есть понятие употребления алкоголя, есть понятие бытовое пьянство, и это все разные вещи. У нас есть уже телефонный звонок. Хорошо. Алло, алло. Добрый вечер, у меня как-то такой вопрос. Почему, после 40 лет, которые одиноки и разведенные, начинают пить? А вас как зовут, скажите? Меня Ольга зовут. Спасибо, Ольга, за вопрос. Слушайте ответ. Ну... Как-то слишком общо задан вопрос. Давайте вот все-таки в первой части я расскажу, как я понимаю алкоголизм, именно его психологическую сторону. Не, опять же, не трогая физиологию. Ну, я и буду касаться, но прежде всего психологические причины алкоголизма. Потому что алкоголизм... И они относятся ко всем. И к мужчинам? Сначала ко всем. Угу. А проблемы мужчин и женщин, они уже по-разному. То есть, ну, можно, конечно, сразу обобщенно сказать, что при проблеме отсутствия самореализации, то есть, когда у человека пропадает состояние победы, тогда человек имеет склонность к алкоголизации. Итак, сначала, откуда он берется, этот алкоголизм? Ну, во-первых, хочется сказать, что в человеке существует своя аптека, которая вырабатывает все. И если уж вернуться к тому вопросу нашего АК, как хранится, в какой последовательности как-то им записываются, что это за дискеткой или что хранятся это знания. Так вот, есть один общий принцип, по которому я говорил, есть принцип для всего живого – вернуться от опасности в сторону полезности. Так вот, у нас есть центр удовольствия и центр неудовольствия. То есть, отрицательное положительное подкрепление. Как только возникает какая-то опасность для организма, то есть, беда, у человека срабатывает центр неудовольствия и вырабатываются гормоны стресса. То есть, там с надпочтников адреналин брызгается, щитовидки, что-то ускоряющее процессы, там еще, ну, я не буду весь этот список гормонов. Это он к медикам. То есть, переводится организм в боевое положение, то есть, состояние мобилизации организма. И когда мы, наконец-то, справляемся с этой проблемой, неважно, какого она масштаба, большого, маленького, так вот, как только мы справились, состояние после беды – по беда. И тогда срабатывает центр удовольствия. У нас выделяются эндорфин, энкефалины и алкоголь. Три вида наркотиков. У нас алкоголь в крови выделяется сам? Да. Да. Ух ты. Так вот, когда он перестает выделяться, и если человек начинает его потреблять снаружи, вот тогда возникает еще один принцип всего живого – все, что не развивается, отмирает или атрофируется. Более того, в масштабе один к трём. Это знают все спортсмены. Об этом знают все люди, которые поддерживают свою форму. Если спортсмен месяц пропустил тренировки, ему потом три месяца надо догонять ту форму, на которой он остановился. Или, ну, это знают врачи. Например, если рука месяц с гипси, три месяца её разрабатывать, чтобы вернуться к тому результату. Точно так же в алкоголизме. Если человек месяц пьет, три месяца, надо догонять то, что он пропил. И поэтому, когда я разговаривал с наркоманами, я работал в наркологии, я говорил, что, ребята, вот сколько лет вы кололись, умножьте натрет, столько вам вылезать хотя бы на ту ступень, с которой вы начали. Чем опасно это занятие? Так вот, длительное отсутствие побед ведёт к тому, что организм склонен к алкоголизации и наркотизации. Нам приходилось общаться с коллегами из Соединённых Штатов, и у них нет такого качественного разделения наркотики или алкоголь. У них есть такое понятие химическая зависимость. То есть, человек зависим от какого-то химического вещества. Либо это будет опиатная зависимость, либо ещё какая-то, либо алкоголь, либо ещё. То есть, когда мы разговаривали, человек, который полностью бросил колодца, три года в чистую, то есть, ничего не употреблял, я, говорит, выпил баночку пива и через три дня очнулся уже под наркотиком и так далее. То есть, это всё звенья одной цепи. И как это не страшно, что кажется, что это из разных областей. На самом деле, это тоже самое, ну, по воздействию. И момент в чём, что когда мы употребляем наркотик снаружи, наш организм перестаёт выделять наркотик изнутри. И как только он перестаёт выделять наркотик изнутри, мы становимся зависимыми. Поэтому, вот, хотелось бы в этом месте, опять же, сделать. Есть употребление наркотиков, а есть зависимость. Так вот, употребление наркотиков или употребление алкоголя, вот, употребление алкоголя – это бытовое пьянство. А вот неумение обходиться без алкоголя – это уже алкоголизм. Причём, как это ни удивительно, я видел алкоголиков, которых никто никогда не видел пьяными. То есть, как-то ко мне обратился молодой мужчина, он директор предприятия, всё её идеально, он ездит за рулём. То есть, у него, как таковых, проблем с пьянством не было. Он говорит, просто у меня было заправило. После того, как я закончил рабочий день, я возвращался домой, покупал себе хорошую бутылочку, хорошенькой водочки. То есть, никакого это ещё было в период первой перестройки нашей, в тот кризис 90-х. И я, говорит, ставил машину в гараж, я заходил, выпивал чуть больше, чем полстакана. Садился, занимался бумагами, составлял планы на следующий день. Забивал сотовые там, со всеми этими поминальниками, поминалками и так далее. Раскладывал, писал все встречи, расписывал. Всё это, после этого я садился ужинать, постепенно допивая эту бутылочку. И совсем допивал, уже когда сидя перед телевизором, допивал, ложился спать. Всё, утром я вставался совершенно свежей головой, всё идеально, никогда не страдал. А тут один раз всего. Меня друг попросил отвезти его в аэропорт. И я, говорит, машину поставил возле дома, не загнал в гараж. Я думал, пока есть время, надо было ночью везти, и решил поработать с бумагой. Я понял, что у меня ничего не получается. Почему? А вот тут изменённое состояние. Он привык работать только в состоянии, когда у него есть алкоголь внутри. Это и есть зависимость. Вот это уже зависимость. Без алкоголя он не мог. У меня, говорит, не было планирования. Я не мог взяться за бумаги. Я ничего, я, говорит, два часа потратил на то. Я ходил, психовал, дёргался, у меня ничего не получалось. Но я подумал, что у меня сегодня такое настроение и так далее. Через некоторое время, Гатт ещё раз повторил такой же опыт. У него была не психологическая, у него уже была физиологическая потребность алкоголя. То есть только в том состоянии, при определённой дозе алкоголя он мог работать. Так вот, у него был алкоголизм в чистом виде без бытового пьянства. То есть он не буянил, он не пьяница. Его никто не сказал. Он всегда был за рулём, всегда... То есть до, скажем так, до утра алкоголь полностью... То есть ГАИ на датчиках не показывало. Всё идеально, организм справлялся. Но этот алкоголь снаружи заместил выделение алкоголя внутри. И он не мог уже без алкоголя снаружи участвовать в активной жизни. Вот это называется яркий принцип алкоголизма. Без пьянства. А по праздникам это алкоголизм? Есть вот... А, ещё раз. Что такое зависимость? Это неумение обходиться без. Если вы можете обходиться без этого, то это ещё не алкоголизм. Это бытовое пьянство. По праздникам тоже бытовое пьянство? Тоже бытовое пьянство. Ну, мы пьяницы. Это поэтому многие люди прыгают с парашютом, каким-то образом ещё там в себе адреналин выделяют вместе с алкоголем? Для того, чтобы не стать алкоголиками? Можно сказать так. Так мы, получается, изначально зависимы. Нам необходимо для того, чтобы у нас организм выделял вот это всё? У нас он выделяет. Нам необходимо, ну, как сказать, нам необходимы победы. Да, действительно необходимы. Так вот. А теперь немножечко как лекционной темы. Что ж такое алкоголизм? Или когда я веду занятие, я говорю, что эта тема у меня называется психосоматика. То есть как от состояния психики зависит состояние тела, сома. Давайте вот к этой теме мы перейдём буквально через две минуты после того, как послушаем рекламу. Хорошо. Вы слушаете «Серебряный дождь в Барнауле». Это программа «А так ли это?» Ведущий психолог-практик Алексей Васильевич Капранов. Тема сегодня алкоголизм. Дорогие друзья, если есть что спросить, 658105 08 125 0022. ICQ 440 124 022. Вот у нас уже есть телефонный звоночек. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Я хотел маленько добавить к сказанному, что, мне кажется, алкоголь содержится не в бутылке, а именно в голове человека. Неумение пить приводит к таким плохим последствиям. Допустим, если водитель-дальнобойщик, он в день проезжает около 600-700 километров на КамАЗе, который дымит изнутри, он приезжает домой, тело напряжённое, не спал в сутки, а сходил в туалет там, что на заправку сходил, что сам в туалет сходил, запах такой неприятный. Выпивает чуток водки, кушает мясо, ложится спать, с утра бодрячком встаёт. Вот как бы вот неплохо. Вот именно то, что вот так он умеет. Не то, чтобы он приехал, там пошёл, там две бутылки с друзьями куда-то закрюлесил. Утром встал, тело расслабленное полностью. И эмоционально, и физически это самое. Выпил, попил чаю горячего, ложится спать, это, мне кажется, нормально. Что водил, то не так уж страшно, но он как именно в бутылке, как говорят, вот не надо там продавать, не надо запить. Надо контролировать это. Понятно, спасибо. А можно ли это контролировать? Первый признак алкоголизации, это когда человек не знает меры. Первый признак алкоголизации. Вот когда человеку можно сказать, что он алкоголик, когда он не ощущает меры. Или второй признак, это когда начинаем похмеляться. Ах, боже. Вот ещё, да. Слушайте, какие интересные истины мне сегодня открываются. Итак, сначала немножечко вводную. Да, теории. Да, немножечко теории. А я боюсь, теории-то у нас и не получится. Потому что у нас, похоже, есть телефонный звонок. Давайте. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Это Дмитрий Беспоков. Здравствуйте, Дмитрий. Давно вас не было слышно. Да, тема заинтересовала меня. Могу сказать следующее. Значит, любые попытки навязать себе контроль алкоголя, то есть не мне лично, а вообще, так скажем, гражданину себе контроль алкоголя, или говорить, что он умеет пить, а остальные не умеют пить, как правило, приводят всегда к плачевному результату, рано или поздно. Поэтому нужно иметь одно правило. Лучше вообще не употреблять ни сигареты, ни алкоголь, и иные другие наркотические вещества. Значит, как сказал, значит, уважаемый лектор, организм сам все вырабатывает. Согласен. В идеале, конечно. Спасибо, Дмитрий. Итак, давайте все-таки к психосоматике. Я вернусь к психосоматике, потому что, ну, прежде всего сказать, что алкоголизм – это уже потом, это уже следствие. Ну, эээ... Что там такое? Ой, забыл выключить телефон, поэтому извините. Прошу прощения. Так вот, сначала все-таки придется выйти к тому, что у нас есть такое понятие, как сдержанная агрессия или аутоагрессия. С нее начинается все. То есть, во-первых, у нас, как я уже сказал, есть опасное и есть полезное. Полезные подтверждения, опасные подкрепления и так далее. То есть, мы стараемся избежать опасности и стремимся в сторону полезности. Но у нас очень много, скажем так, морально недопустимых полезных навыков. Вот когда-то я учился драться. Так, и да, я научился, допустим. И в каждом организме есть агрессия. Когда мне говорят, что нет, я такая вся добрая, белая, пушистая. Я говорю, запомните, раз мы живем в животном теле, а агрессия – это защитная форма организма. То есть, высокоорганизованная. Обязательно есть агрессия. А от того, что мы ее сдерживаем, вот от этого выходит очень много всяких разных неприятных вещей. То есть, что получается? Вот, допустим, я... У меня возникает какой-то стресс. Какой угодно. Что такое стресс? Стресс – это реакция организма на срочное требование приспособиться. Стресс может быть какой угодно. И вот там у нас по городу прошел слух, что завтра пропадет там подсолнечное масло. Или там соль и сахар, как вот у нас было в прошлую перестройку. Спички. Спички. Ну, не важно, что. И вот я... У меня стресс. Я бегу в магазин, занимаю очередь. У меня там очередь такая, что у ее края не видно. В 245-й вы, например. Да. Вот я стою в этой очереди. Первое мое желание какое? Распихать всю очередь и взять без очереди. А зачем далеко ходить? Можно смоть любую поликлинику нашу. Сейчас. Вот, так нет, вот, но мой внутренний родитель, мое внутреннее воспитание, говорит, Леша, нельзя, ай-яй-яй, людей расшвыривать. Так, я стою. Я стою. У меня выделилось все в подсознании, чтобы расшвырять эту очередь. И выделилось столько же гормонов, чтобы сдержать себя. То есть, я сам уперся и сам напрягся. И сам себя еще и сдерживаю. И у меня вдвое вырос гормональный фон. Вдвое. И вдруг я вижу, что подходит кто-то знакомый там продавца, или покупает без очереди. У меня, опять же, первое скромное желание взять его за воротничок и так немножечко ногой подтолкнуть к выходу. И чтобы он даже не касался пола. Как-то он так быстро. Но мое, опять же, внутреннее воспитание, мой внутренний родитель говорит, Леша, ай-яй-яй, дяденька, в попу пинать в магазине нельзя. И у меня еще столько же выделилось, чтобы себя сдержать. У меня гормональный фон еще растет. Потом, когда я по закону подлости подхожу к этому прилавку и там говорят, что, извините, кончилось. Прием окончен. Да, у меня еще возникли какие-то неприличные желания что-то сказать или что-то сделать с этим продавцом. Или еще, еще, еще. И вот так у меня за день накапливается очень много агрессии. Очень. И столько же, чтобы себя сдержать. И то есть у меня гормональный уровень растет в гиперпрогрессии. То есть за и против, за и против, за и против. И в итоге у меня накопилось столько, что и-ой-ой. Я захожу домой, и тут у меня супруга спрашивает, ну что, купил? Деньги принес? Нет. Купил или не купил? Или где ты был? Я говорю, в магазине, если бы ты был в магазине, ты бы принес и так далее. И тут вот почему она начинает докапываться? Потому что она живет в этой же стране. Ну не ту страну назвали Гондурасом, да? И у нее за день тоже накопилось столько же. И мы начинаем дома играть в игру, кто кому больше дерьма отольет. У каждого накопилось. И дальше что получается? Мы, если в магазине мы себя вели прилично, то есть при личностях. Дома же личностей других нет, кроме нас с ней. Мы начинаем уже переходить на неприличное. Допустим, общение там и так далее. Но еще больше друг друга разозлили. Ну вот куда девать? Это еще больше растет. А куда девать? Во-во-во-во. В итоге она там хлопнула дверью, сказала там, пошла к подруге. К маме обычно. Ну или к маме, не знаю куда. Вот пошла куда-то. Таким образом, я понимаю, нужно выпускать пар. Куда? Ну куда? Хорошо. Вроде бы надо выпускать пар. Вроде бы надо выпускать пар. Грушу для бития там себе купить. Японцы, они как раз именно так и делают. Они больше заботятся о психологическом климате в коллективе, своих рабочих и так далее. Они первыми взяли, поставили манекида начальника в курилках. Человек вышел, объяснил начальнику, слышь, ты не прав. И вот у них люди сразу перестали ходить на больничные листы, экономия денег. Ну ужас. Прям все как хорошо. У нас это не будет работать. Потому что у нас в психушках находятся люди, доведенные не начальниками, а родными и близкими. И поэтому мы не можем, даже если нам поставить манекены жены или мужа и детей, мы их все равно бить не будем. А груша такого эффекта не дает. Что там от этой звоночкой? Нет, у нас от Марина сообщение. У меня такая ситуация. Каждый день вечером после работы мой муж с друзьями заходят по дороге в бар пропустить по стаканчику пива. Бывает, на одном стаканчике он действительно останавливается и идет домой. Но чаще нет. За одним идет второй, и третий, и четвертый стаканчик с пивом. Домой приходят уже порядочно нетрезв. Мне, конечно, неприятно. Я до сих пор не научилась сдерживаться и относиться к этому спокойно. Что в таких случаях делать? Дома у нас все хорошо. Друг друга мы любим. Готовлю я вкусно. Почему он не может не пить? Не умеет. Вот самое главное как раз это умение. Куда стравить вот этот пар, который у нас переполняет. Вот действительно, если в гудок. Кто нам не дает выплескиваться, и кто нам не дает вот это внутри, изнутри вот этот пар спустить? Это наш внутренний родитель. И как мы делаем, вот если кто-то читал или посмотрели, очень советую книжку Эрика Берна, транзактный анализ, или люди, которые играют в игры, игры, которые играют люди. Там есть даже игра алкоголик. Но у него очень хорошая такая метафора красивая, что в каждом человеке живет три человека. Это наш маленький ребенок. В каждом из нас живет ребятеныш в возрасте до шести лет. Это все наши «хочу». В каждом из нас живет наш внутренний родитель. Это все наши «нельзя и должен». Там, ой-ой-ой. И живет взрослый. Это вот то, чем мы пользуемся и другого не осознаем. Если учесть, что родители и дитя живут там глубоко в подсознании, то как раз вести себя нехорошо ребенку не позволяет как раз родитель. А когда мы выпиваем алкоголь, то как раз родители, ну как, грубо говоря, как говорили мы в детстве, родаки уехали. И вот как только родаки уехали, тогда мы спускаем пар. Все, что у трезвого на уме, у пьяного как раз наружу. И из нас все это полезло. И момент в чем? Все бы вроде бы нормально. Это самый любимый русский метод спускать пар. Но у нас в подсознании есть еще одна такая формула. Если есть преступление, обязательно должно быть... Наказание. Наказание. А посредине чувство вины. Чувство вины – это очень опасный... Чувство вины с утра обычно. Вообще чувство вины, чем оно опасно? Тем, что это блокировка центра удовольствия. Как только у нас появляется чувство вины, у нас блокируется центр удовольствия, перестают выделяться эндорфин, энкефалин и алкоголь. То есть я в детстве получил первую двойку. Мама не знает, папа не знает. Мне хорошо. Нет. Мне становится настолько плохо, что конфеты уже невкусные, они сладкие, но противные. На велике кататься умею, но не хочу. И так далее. Все удовольствия перестают иметь смысл. Я не имею права получать удовольствие. Из-за чувства вины. Из-за чувства вины. И поэтому мы идем и сдаемся нашим родителям, нам всыпают, и после этого сразу полегчало. То есть наказание возвращает нам право на удовольствие. Вот почему. Когда мы чувствуем слишком много накопившись, тогда мы сначала выпили и отправили родителей погулять, но у нас уже был запрет на удовольствие. И когда поутру эти родители возвращаются и видят, что мы натворили, у нас чувство вины такое, и мы начинаем себя наказывать. Во-первых, бешеным похмелем. Голова в косяки не пролазит. Это как-то мне говорили все время. Вот почему в Горном Алтае пьешь, голова не болит. Нет чувства вины. Да. А мне говорят, там воздух свежее. Я говорю, неправда. Вот у меня был мужчина приезжал из Горного Алтайска. У него как раз в Барнауле голова не болит с похмелья. А вот там, да. Хотя на свежем воздухе. То есть момент, в чем похмелье, это прежде всего бешеное чувство вины. Так вот, чем мы сильнее начинаем пить, то есть когда я выпил, да, я наконец-то разрешаю себе сбросить все, что у меня накопилось, но утреннее чувство вины опять наполнит этот сосуд центра неудовольствия настолько, что ой-ой-ой. И поэтому, раз у меня уже был запрет на получение удовольствия, я его нарушил. Значит, я еще преступник. Раз я еще преступник, еще больше чувства вины. Еще больше чувства вины, еще больше тяга выпить. Еще больше тяга выпить. Я пью, я опять нарушил. И так далее. И это замкнутый круг, он еще с ускорением, с накоплением чувства вины и так далее. У нас от Егора сообщение. Добрый вечер. Сам не пью уже около трех лет. Мне стало это неинтересно. Скажите, как называется такая ситуация, когда вечером на улице из примерно 25 человек только 4-5 без какого-либо алкогольного напитка? Как называть? Ну, алкоголизация общества. Как я еще назову это? Больше никак. Ну, меня это тоже не радует. Честное слово. Я, скажем так, сам не святой. Иногда употребляю. Вот, не люблю пьянство. Не люблю быть пьяным. Мне это самому не нравится. Более того, когда работал с наркоманами, они удивлялись. Как? Тебе это не охота? Я говорю, нет. Я говорю, я привык пользоваться головой. И мне нравится, когда моя голова работает в полную силу. И потом, когда те наркоманы, которые бросали наркотик, они говорят, какой это кайф. Я говорю, ну, то есть у наркоманов бывает такое понятие – срыв. И вот девушка сорвалась, и она говорит, я поняла, насколько вот этот наркотический кайф мешает жить. Для меня это была бешеная победа. Мне кажется, это единицы такое понимают. Ну, да. Ну, если хотя бы единицы это поняли. И я сейчас сразу похвастаюсь. Есть среди наркологов, если ты хотя бы одному наркоману помог вылезти из этой беды, ты не зря прожил жизнь. Вот я считаю, что я очень не зря прожил жизнь. Хотя бы человек 5-7 я, ну, скажем так, помог вылезти оттуда. И поэтому я… Марина нам уточняет. Ну и что? Ну и чувство вины. А дальше-то что? Мне-то что делать? Так вот, кто-то становится зависимым от алкоголя. Кто-то начинает… Где ещё можно получить победу? То есть, ну, представьте, чтобы если так вот утрированно сказать, у нас есть весы, где положительные, отрицательные эмоции. Так вот, мы, испытывая на весах большой вес отрицательных эмоций, мы их не разгребаем, мы стараемся на вторую чашу весов получить положительные эмоции. И мы начинаем то, что называется компенсаторный путь решения проблем. Мы начинаем доставлять себе удовольствие, отворачиваясь от того, от разгребания проблем в отрицательных эмоциях. То есть, мы начинаем получение удовольствия. Вот, допустим, там, мы с женой в том случае ещё поругались, она ушла, я открываю холодильничек, а там у меня пельмешки. Есть полезно? Полезно. Поэтому всё, что полезно, фиксируется тоже удовольствием. Вот почему, как говорил Жванецкий, счастье – это увидеть туалет и успеть до него добежать. Всё, что полезно для тела, фиксируется удовольствием. И, то есть, я открываю там холодильничек, сварил пельмешков, поел, у меня выделились гормоны радости, всё, мне хорошо. Но только через 15-20 минут организм снова добавит гормоны стресса, чтобы не отвлекался, чтобы не забывал. Я снова иду на кухню, ещё что-нибудь, и я начинаю уже… Так рождается булимия. Во-во-во. Это зависимость от еды. Ой, кошмар. Ещё есть сексоголики. Это когда мы думаем, что вот из моей супруги или из-за супруга я не получаю столько удовольствия, а новый человек – это же всегда новые ощущения, всё. Только этот человек будет козлом уже, скажем так, через месяц, следующий – через полмесяца. И опять то же самое – доза растёт. В наркологии это называется толерантность, невосприимчивость к дозе. Рост дозы всегда будет. Есть морально, как сказать, приемлемые – это экстремальные виды спорта. Но это тоже, к сожалению, опасно. Потому что доза тоже растёт и растёт и растёт. И лучший гор могут быть только горы, на которых ещё не бывало. У меня были вот тоже знакомые, которая прыгала с парашюта. И вот она у меня на семинаре была. Я говорю, Наташа, а дальше прыжки всё затяжнее, затяжнее, затяжнее? Она говорит, да. Я говорю, а дальше уже асфальт мешает кольцо выдернуть? Она говорит, нет. Мы начинаем площадь парашюта меньше делать. То есть, я говорю, последний прыжок уже с зондиком. Она говорит, ну почти. Ну так всё-таки, если, например, ну если мы говорим в данном случае конкретно о Марине, о её проблеме с мужем, ей что, уже нужно идти его лечить к психологу? Или не обращать внимания на его чувство вины, смотреть это как бы сквозь пальцы на эту проблему? Вот самое тяжёлое – это отношение к алкоголикам. Их нельзя жалеть, ни в коем случае так, но и нельзя осуждать. Потому что, если чем сильнее чувство осуждения, чем сильнее чувство вины у человека, тем он быстрее впадает в алкоголизм. Если при жалости у него вообще лапки опускаются, он на шею садится, и то, и другое очень опасно. Есть такой вот обучить ответственности. Вот я сейчас ответственно скажу, что я понимаю под словом ответственность, потому что у нас ответственность и слово «должен» – это одно и то же. На самом деле для меня это совершенно разные понятия. Ответственность – это готовность принять и самому исправлять последствия своего выбора. Но человеку же невозможно заставить это делать. Это должен человек сам понять. Заставить – нет. Но вот если ты сделал это, получаешь вот эти последствия. Вот и все. Не орать на него, как мама. Не плакать, как ребенок. А сказать «извини, ну вот, понимаете, ответственность – это настолько страшная вещь». Это как-то ко мне тоже обратился один мужчина. Он сказал «все, я уже не смогу, я с этим не справлюсь, это я не могу даже сдержаться». Я говорю «хочешь, я сейчас тебе буду наливать, даже тост произносить, а ты пить не сможешь». «Да ну, я не смогу, я держаться не могу». Я ему говорю «хорошо». Я наливаю ему первую стопочку, говорю «давай, выпей за слезы матери». Ей же будет совсем не обидно видеть, как ее сын, который закончил институт с красным дипломом, на карачках приходит домой. «Ну, выпей». Он отодвигает стопку «я не могу». Я говорю «ты же говорил, что ты не можешь сдержаться, я не могу пить». Я говорю «хорошо». Я наливаю вторую стопочку, я говорю «давай, за радость жены, ведь нет ничего приятнее, чем амбре твоего выхлопа в кровати». Правда? Он вторую. Я говорю «ну, давай тогда за радость детей». Им-то как прикольно будет покататься на папе, когда ты на карачках приползешь. Он психанул, выбежал, убежал, там напился, пришел и сказал, что Капранов испортил ему жизнь. Ну, бывает такое. Во-первых, никого нельзя вылечить насильно. Никого. Можно только создать условия, в которых человек захочет. Есть такая фраза «можно привезти верблюда к воде, но кто заставит его пить?» То есть заставить насильно вылечить человека невозможно. Просто невозможно. Но создать условия, в которых человек осознает. То есть пока мы решаем минусы алкоголиков, они не откажутся от своих плюсов. Просто я так понимаю, вспомнила свою ситуацию. Мне однажды в жизни повезло. Как-то все само собой исправилось. Но смотришь на другие примеры и думаешь, вот вы бы мне так сказали, иди создай условия. Какие условия? Ну, во-первых, я еще в самом начале, в нашей первой передаче предупреждал, я никогда не отвечаю на вопрос, что делать. Потому что не бывает двух одинаковых семей, не бывает двух одинаковых решений. Мне понравилась одна женщина, это когда я еще работал с наркоманами, у нее сын наркоман, муж алкоголик, ну, то есть весело. О, шмар. Ну, по полной катушке. Вот, сначала я говорю, сначала займись собственными мозгами, чтобы ты хотя бы на это не реагировала и не дергалась. Вот, она сначала собственными мозгами начала, чтобы не осуждать, не мстить и так далее. То есть вырабатывала сначала свою спокойную реакцию, а потом, говорит, я смотрю, он пришел вот в ноль. Никакой. Первое, что я поймала себя на мысли, что мне не захотелось его ударить. Я к этому спокойно в сенках вынесла раскладушечку, поставила ведерочка, тазик, положила его прямо там же. Вот как раз в сенках, ну, частный дом. Вот лежи здесь и трезвей. Наутро мужчина проснулся, с ужасом ушел на работу. Он не испытал ни скандала, ничего. Потому что алкоголика, если не отругать, он сам начинает есть себя бешеным чувством вины. Сам. И вот алкоголик, вот это в игре алкоголику Бёрна, описано он специально еще человека, кто бы его отругал. Потому что как только его отругали, его же наказали, значит, вернули возможность снова испытывать это же самое. У нас сейчас реклама, и мы вернемся к нашей теме. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, на Серебряном дожде в Барнауле. Программа «А так ли это?» Ведущий, психолог, практик Алексей Васильевич Капранов. Мы сегодня говорим об алкоголизме. И вот до этого момента, в общем-то, говорили в основном о мужском алкоголизме. А в начале программы Ольга задала конкретный вопрос. Почему после 40 женщины пьют? Ну, во-первых, после 40 пьют не только женщины. Во-первых, я почему поддерживаю фразу, что женский алкоголизм еще страшнее, чем мужской. Чем же? Чем же? Ну, во-первых, мужчины более склонны к алкоголизации. Потому что мужчины более остро испытывают чувство вины. Более остро. Но мужчины осознавать чувство вины и испытывать чувство вины – это разные вещи, поэтому редко вам какой мужчина скажет, что он прям весь испытывает чувство вины, да никогда в жизни. Более того, как раз женщины говорят, что мужики более бессовестные. Так вот, мужчина более подвержен обвинениям. А женщина, чем она хороша, женщину имеет право обвинять только она сама. Только она сама. Никто другой женщину обвинять не имеет права. Да более того, она даже не послушает никого другого. А в отличие от мужчины. А мужчина, если он поверит, что он виноват, его заклюют все. Поэтому мужчины спиваются чаще и быстрее. А если у женщины появился алкоголизм, то есть если у нее такое бешеное чувство вины, то тут, ну, прям к специалисту и бегом. Бегом, бегом. Потому что женское чувство вины и женские извраты сознания, ваша логика работает не так, как наша. Наша гораздо примитивнее. Ваша наша. Ну да, да, да. И все-таки. А у вас более примитивнее. У нас намного, что вы. Ваша настолько витиевато и запутанно, нам еще учиться, учиться и учиться. Вот чему я хочу у женщин всегда учиться. Это вашей логике. Так что же за грань такая, 40 лет? Я вот не поняла до сих пор, если честно. А 40... Это не по возрасту, опять же. Это не паспортный возраст. Я слышал, уже разговаривали на тему возраста. Так вот это не паспортный возраст. Или у нас есть такое моральные рубиконы, на которых нужно подводить итоги. Как вот у Макаревича была когда-то песня. В 30 подводить подводить итоги, если только есть что подвести. Так вот, к 40 некоторые чувствуют, что они уже ничего не достигли, и подводить уже нечего. И вот тогда начинают, опять же, от того, что человек неуспешен. Первая причина алкоголизации, наркотизации – неуспешность. Причем не сама неуспешность в обществе, а именно осознание неуспешности. Я и хотела спросить, каковы критерии-то успешности? Потому что человек снаружи может выглядеть очень успешно. Да. Очень. А вот неуспешность, именно это внутри, это состояние, это то же самое, что быть богатым. Человек богатым быть не может. Вот накопить миллион он может, а богатым нет. Потому что нет проверяемости богатства. И спросите любого человека, который по нашим меркам является богатым, он скажет, что я богат, да уж... Да уж что. Поэтому деньги распределены у нас всегда, всегда между всеми честно, не хватает всем. У кого щи пустые, у кого бриллианты маленькие, ну, не хватает всем. То есть как сам себе ты определяешь критерии успешности-неуспешности? Да. Это что, достижение каких-то определенных целей? Или недостижение целей? Вот тут у каждого человека свои критерии. Именно свои. Более того, почему успешным еще страшнее? Потому что у них появляется страх не удержаться на этой планке успешности. Это как вот есть понятие синдром отличника. Вот если троечник, он получил пятерку, у него восторг, получил двойку, он расстроился, снова тройку, опять норма, опять пятерка, опять восторг, опять двойка, опять расстроился и так далее. А вот если отличник, для него получение пятерки это норма. А получение меньше пятерки это уже огорчение. И получается, что побед выше пятерки у него уже нет, он их не достигает. И только одни огорчения. То есть его планка идет около пятерки. Он отличник. И синдром отличника в любом состоянии ведет к тому, что человек начинает чувствовать себя неуспешным. Поэтому троечники гораздо эффективнее ведут жизнь. Добрый вечер. Алло, алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Если можно, чуть-чуть не по теме, передача как-то кончается. Я слушаю который раз уже и все, хотел позвонить. Меня, к счастью, данный вопрос не касается моих родственников, незнакомых. Но у меня немножко можно бесплатную рекламу спросить, по как-то личным обратиться к вашему ведущему. Есть такая тема отцов и детей. Ну, отцы и дети это тоже тема отдельной программы. Сергей, если... Она меня мучает. Да, можно как-то спросить или может быть за эфиром потом. В 6 часов перезвоните и мы вам дадим все контакты. Спасибо большое. Алексея Васильевича, да? Спасибо. На здоровье. Елена написала азартные игры, как алкоголизм, как отучить? Азартные игры еще страшнее, чем алкоголизм. Потому что азартные игры, там и выигрыш дает удовольствие, и проигрыш дает ощущение наказания. Поэтому азартные игры или то, что игромания, она вдвойне опаснее, чем алкоголизм. Если на эту тему говорить. Получается, и отрицательный, и положительный результат одобрен внутренним подсознанием. Если я проигрываю, если я проигрываю... Страшно? Страшно жить. Очень страшно. Поэтому если я проигрываю, я как будто себя наказываю, я делаю правильно. А если я выигрываю, то я тоже делаю правильно. Что в том, что в другом случае у меня идет подкрепление подсознательное. Ну, смотрите, по методам излечения. Вот что касается алкоголизма, есть такие методы, как различные какие-то кодирования, подшивания, как это называется это еще? Наркоз? Ой, не наркоз. Слово забыла. Ну, не важно. В транс когда вводят. О, гипноз. Итак, ну, у меня не очень такое отношение хорошее к кодированию. Ну, потому что кодирование, кодирование тоже рознь. У меня вот один мой коллега, ну, прекрасно кодирует. То есть, что такое кодирование? Если уж говорил, что мы живем в животном теле, и у животного свои привычки, свои приоритеты. Вот представьте, что собака привыкла питаться на помойке. И вот, как ты ее не гоняй, но все равно для нее это самое вкусное место. Так вот, кодирование, это когда возле этой помойки ставят мужика с лопатой. Как только собака подбегает, я ей лезь по морде, и говорит, еще в течение года подойдешь, еще получишь. И собака год терпит. Угу, понятно. У нас есть телефонный звонок. Давайте. Алло. Алло, алло. Добрый вечер. И не слышно никого и ничего. Алло. Ну, перезвоните, если есть такая возможность, только побыстрее, потому что программа заканчивается уже. Егор нам написал, мне кажется, если с философской точки зрения подойти, то все эти проблемы, в том числе азартные игры, из-за того, что отсутствует чувство меры. Что скажете? Ой, чувство меры, опять же, из-за чего отсутствует? Смотря что в чем чувство меры. Ну, вот нельзя, по-моему, чрезмерно перевеселиться. Ну, бывает, а тут как-то не хватит. Ну, что, смотря под этим подразумевать. Вот в чем чувство меры. Повеселиться, то есть получить удовольствие. Да. А в получении удовольствия вы просто перестанете получать. И еще раз все-таки, да, попытаемся принять звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Я не хотел бы называть свое имя. Хорошо. Но передача очень интересная. И вот у меня как вопрос звучит. Вот много лет я боролся. Даже не боролся. Сначала страдал алкоголизмом, да, в буквальном смысле этого слова. Потом начал, то есть, посредством кодирования, там, гипноза и все такое. То есть, пытаться вести трезвый образ жизни. Ну, вот на сегодняшний день, можно сказать, успехов в жизни достиг. Но, периодически я на эти грабли, как бы, наступаю. Вот это вот, это что, это, наверное, вообще излечить нельзя. То есть, я вот чувствую, что мне это мешает. И оно мне, опять же, не дает покое, то есть, проходит время какое-то, и под каким-то предлогом сам себе придуешь. И опять начинается то же самое. Пусть на небольшой срок, довольно-таки, потому что осознаешь, что вроде ни к чему это. вот из года в год, то есть, повторяется одна и та же ошибка. Вот как это вот. Или до конца жизни, наверное, бороться не с этим. Прокомментируйте, пожалуйста. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Еще хотелось бы сразу сказать, чем сильнее запрет, тем сильнее изврат. Вот поэтому, я когда работал с наркоманами, я говорил, ребята, никогда себе не запрещайте. Осознавайте, я могу это. Так, но будет вот это, вот это и вот это. Вот опять же, принятие и обучение, мысление в системе ответственности. Потому что, если сказать человеку нельзя, желание возрастает в десятки раз. То есть, запретный плод всегда сладок. То есть, единственное, чему мы научились, мы научились только тому, что нам запрещено. Мы научились хотеть только то, что нам запрещено. Вот я, любому человеку, который приходит ко мне на консультацию, я ему рассказываю, говорю, вот сейчас вы сидите, смотрите на меня, вам удобно, вполне нормально. Ну, это до той поры, пока я все не скажу, вот вам сейчас нельзя смотреть вот в ту сторону, на ту красную крышу, вот Маре нельзя смотреть. И уже автоматически хочется посмотреть. Вот именно. А более того, если вы посмотрели, то вы испытываете чувство вины, что вы ослушались, и так далее, запускается всё это по полной катушке. Понимаете, это вот те нюансы, с которыми работает именно профессионал, именно психолог. Как научить себя думать так, чтобы не запрещать. Потому что чем сильнее запрещаешь, тем сильнее хочется. И срывы, да, есть. И более того, научиться не, опять же, я сейчас к кодированию вернусь, потому что просто отпугнуть от помойки это животное. Это одно. Если ему, этому животному, научить, где он будет получать удовольствие ещё вкуснее, на помойку ходить не надо будет. У нас есть последний телефонный звонок, который мы принимаем, если можно, коротко. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас минуточка буквально. Меня зовут Роман. Я просто вот думаю, что у нас идёт бешеное засилие, как сказать, алкоголизма. Взять, допустим, с пивом по жизни и всё такое. Посмотрите на рекламу после 10 вечера. Вот. И посмотрите, когда у нас в городе какое-то мероприятие, допустим, день города или что-то, вот. Идут все с пивом, идут с маленькими детьми, пьют пиво, вот. Ну, это страшно смотреть просто. Обращали внимание на это? Ну, конечно. Конечно. Спасибо, Роман, за ваше мнение, за ваши комментарии. Вот я к этому сейчас ещё хочу комментарии. Понимаете? Я знаю, что мухоморы, допустим, вредны. Не надо выкашивать все мухоморы в лесу, надо самому стать неуязвимым и не есть эти мухоморы. Вот момент, как самому быть независимым от алкоголя. Можно, конечно, пугать. Но чем сильнее запрещаешь спиртное, тем сильнее, как запретный плод, оно опять точно так же. Вы поймите, с запретом спиртного, потребление спиртного резко возросло. Опять же, вот этот проклятущий принцип. Но если бы объяснять, не просто написано, что там курение убивает вас, алкоголь вас убивает и так далее. Нет. А вот именно ты будешь знать, что если ты употребил вот это, то будет вот это. Это мой сотрудник, андролог. Мы иногда выезжали на консультативные бригады. Они проводили такой эксперимент. Брали спермограмму человека, да, мужчины. После этого он выпивал пиво. На следующие, ну, то есть после пива утром брали спермограмму. Ну, лучший контрацептив. А, вон оно что. Вот даже так. И если, более того, если учесть, что в пиве это женские гормоны участвуют, я не физиологию не буду преподавать, я просто скажу, то получается, что мужчины с каждой бутылкой более становятся женственными. Вот на этой оптимистичной ноте мы закончим. Итак, тема у нас сегодня была алкоголизм. Спасибо большое всем, кто принимал в нашей программе участие. Встретимся в следующий понедельник в 5 вечера. И тема у нас будет, начало большой обширной темы. Это мужчина и женщина. Счастливо. До свидания. Слива. До свидания. Слива. До свидания. Слива. До свидания.